ну 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 конечно конечно всем приветики у меня выходной 13 августа поели отдохнули теперь вот такая вот бойня мини бойня такое происходит часто тибалована такая вот кто зачинщик вот кто это все затевает борцы сумма колдовей бистоя аутлеза кто кугу кто сильная кошка ту кошка победит по жизни или ничья слушайте я позавтракала и сладкое я люблю но люблю понемножку чуть-чуть там несколько кубиков шоколадки там небольшой кусочек там пироженки там или чего-нибудь такое там твороженки вот силу понемножку и сегодня утром послезавтрака мне захотелось сладенького там учебни такого съесть сладенького потом я вспомнила что я купила шоколадку увидела на кассе в магните она что-то не дешевая то ли 140 или 150 вот такая вот шоколадка но глядя на нее я поняла что она очень вкусная я сейчас покажу сколько я отсюда съела кубиков это кошмар какой-то я сейчас ее запечатала больше есть не буду иначе очень соблазнительно очень вкусно вот такие вот кубики они все отдельно и вот я сколько съела до 7 кубиков 7 кубиков я стрескала почти половину шоколадки все было вот так вот было бы половина поэтому что я решила ведь не соблазняться все таки все это не тушь и даже сложно похудеть и все время пытаясь ходить и в отпуске похудела я приехала сюда опять сидячая работа опять я мало двигаюсь опять я какая была такая стала поэтому стараюсь ограничиваться и чтобы не соблазняться отнесу мамульки даже нет не то чтобы чтобы не соблазняться но ничего не будет если я там позволю себе чуть больше сладенького съесть уж не раскабанею до за сутки вот я хочу мамульку угостить это шоколадка она такая вкусная такая вкусная нас клубничка такая прям ням 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 очка да сегодня у меня в планах пойти к маме пропылесосить хоть она пылесосит мукрую веником но все равно надо пропылесосить хорошенько применять и постель вот посмотрю что там еще может надо сделать но попозже пока попозже но так рано там пока не встает но сейчас не сильно рано но все равно мы с ней договорились на после обеда сколько время то 11 еще бы в ленту сгонять за овощами купить там удобно чем ленте сразу в колясочке подвозишь там в тележке сразу в машину потому что у меня там надо и кабуста и помидоры и перец и то есть у и пятое десятое и яблоки тыблоки ну все чего такого тяжелого надо чтобы сразу в телегу и сразу в машину и лакешки у меня был пакетик и было написано на фарш заморозки разморозила перекрутила и поняла что это говядина это говядина с жирком маме же зимой покупала говядину и там где жирок там где все такое что ей не нужно я все это замораживала и хорошая говядина но жирного тенька вот это вот было все в обрезках перекрутила сейчас поеду в ленту там должна быть недорогая свининка куплю свинины хоть у меня есть домашняя в холодильнике морозилке ну то на блюдо будет там на отбивные допустим на бестроганов на ну даже на первые блюда я люблю там похлебку старорусская показывала просто свининку нарежешь вкусно ну короче деревенская будет на другие блюда а для фарша пойдет и покупная свининка докручу и сегодня наверное налякаю котлеток я в ленте хочу купить ароматизатору машину и гляньте на чем я остановилась вернее не знаю буду это покупать или нет скорее всего нет 149 рублей ароматизатор на торпеду я так понимаю здесь два их один вытаскивают на кассе ну и че он уже некрасиво будет смотреться как консервная банка не купим че-нибудь ой попривычнее выбор здесь нормальная так что сейчас чем-то себе приближу возьму наверное вот такую кеду персиковую здесь одна как раз такие я еще не покупала со скидочкой так 210 а так 139 со скидкой ложу глазею мне еще надо анютки отправить посылочку и меня там в ящичке свободное место смотрю что и туда добавить ну естественно кастрюли не буду туда посылать просто мимо них прошла решила вам показать вот это вот тяжеленная вообще такая классная должна быть кастрюлька 3000 это вот 2300 тоже очень тяжелая чугунная кастрюля что тут еще имеется полторы тысячи вот такая вот с крышкой ну это наверно надо баллы и бонусы собирать это понимаю вот такая тяжеленная 1200 вот эти вот скидки до 60 процентов с коротки классно слушайте пощупала нектарины 99 рублей ой леночка звонит все так тебе биопсию взяли и фгдс сделали да а теперь ждать когда врач придет что-нибудь скажет или чего короче говоря поговорила с леночкой она сейчас в больнице вчерашнего дня взяли биопсию и все ждать долго возможно отправят домой что неизвестно вот если что я ее заберу подъеду фгдс сделали я начала вам про нектаринки говорить по 99 рублей не договорила они очень жесткие хотя цена нормальная посмотрим рыбку горбушу 279 нерка 899 треска 599 нутай 450 кита стейк 699 нерка стейк нерка стейк нерка стейк нерка стейк нерка что озвучивать сейчас потихоньку пойдусь смотрю мелкая треска 387 нутай 179 это по карте вот он красный 500 рублей амбала почти 400 нерка 279 нерка становит хорошая свежая гляньте что есть в ленте есть клюква 264 рубля нет вернее была клюква грустника 378 вот она и облепиха облепиха 277 рублей слушайте ну пахнет облепиха это логично может взять немножко в компоте добавлять я люблю в лепиху цена конечно вообще недорогая а тут смесь компотная 284 рубля крыжовник яблочко слива клубничка вон даже есть тоже не очень дорого никто меня не встречает никто меня не слышит никто не встречает она уже там готовая вся ну все равно частично мне помогла так сейчас я выгружу что купила вот потом чего я выгружу что купила вкусняшки купила это сумочку подчинила ну я зашила тут это потому что оно разошлась вот тут не видно не видно а сзади еще заклеила вот с этой стороны ага ну что ты ее обновила да ты что это моя любимая вот была в ленте, она купила эти всяких вкусняшек ну в ледах смотри Ягодная лукошка, потом вот такие вот творожки разные. Потом взяла масло лососевое попробовать тебе. Ой, как здорово. Вот, попробуешь. Потом что-то еще взяла. А, шампунь, который мы мыли в отпуске, а это против выпадения и ломкости. Это вот у меня падает. Вот, вот тебе. Семь водку тебе купила. Да ты что, меня... Если вдруг она тебе не понравится или не пойдет, ты монтажь из этого. Я щупала, не знаю, может, закрою. Я всюду перещупала. Вот такой вот... Короче, вкусняшек тебе набрала. В общем, тебе набалуешь. Да, а себе купила и есть хочу. Ага. Коглета куриная под соусом с рисом. Я же рано с дома уехала. Поэтому я сейчас покушаю и займемся делами. Вернее, я займусь, а ты командовать будешь. Еще что-то там у меня. А, суп тебе принесла. Потом белье погладила, постирала. Ой, ну ты как все успеваешь, Лену. Леночка звонила. Да. Взяли ей биопсию. Биопсия будет готова через несколько дней. Потом сказали, биопсия будет, наверное, в поликлинике. Вчера она звонила, сказала, что ее врач, которая ее до этого вела, только первый день вышла с отпуска. А до этого был мужчина. Короче, повезло, что это моя врач. Делали ФГДС. Ну и ждет. Либо ее домой сейчас отправят, потом ждать. Да, конечно. Что там лежать-то? Да. Ты звонишь, и что, говорю, я тебя заберу. Если домой отправят. Да, отправят. А что без результатов-то? Да, биопсию долго делают. Ну, она словно пять. Даже, может быть, в Ленинград отправят. Сейчас и у нас тоже делают. Ну, может, делают, а может... Делают-делают. Ну, не всякое. Ведь долгие сложно. Ой, Лена, вот ты меня балуешь. Ма, ты раньше ничего не ела толком. Абсолютно. Я тебе ничего не покупала. Сейчас у меня есть возможность тебя чем-то подкормить. Вот, хоть что-то ты поешь. Так, селедка. Она... Я же с ночью стою ем, Лена. Так, слава богу, ешь. Так. При вскрытии 48 годен до... Я к тому, что это не обязательно прям срочно езжать. До 16-го, 0-9-го. Ого. То есть, если в упаковке, она у тебя лежит и лежит. Так, вот это, мне кажется, такое вкусное должно быть. А что это? Это ягодная лукошка. Там сверху выпечка тоненькая, а внутри ягод. Я бабе такое покупала, сердце небесное. Только не с клубникой, я ему другое ягоды покупала. Попробуй. Ой, сколько всего лень. Масло лососевое, я думаю, оно не будет не соленое. Попробуй. А мне думается, что чуть-чуть солькое. Не, ну чуть-чуть будет, но не пересоленное, бабушек. Я боюсь, что не пересоленное. Но не должно быть. На хлебушек намазано. Рыбное кулинарное изделие. Да, я думаю, экспериментируй. То-то что-нибудь тебе, то-то новенькое. Прососевое. Будьте ж блудны. Ой, как хорошо. А еще что я тебе принесла? Чего? Сегодня я соблазнила себя не сегодня, соблазнила себя до этого, шоколадкой. Я увидела, мать, я увидела, я сразу поняла, что это вкусно. Я сегодня открыла и почти пол шоколадки упорола. Она такая вкусная. Нет, ну лучше ты ешь, тебе полезнее будет. Мне на это отложится не так, где надо. Она такая же. Я не могла оторваться, я кубик за кубиком. Вот взяла, саботала. Ну вот, я слушаю, пусть мама ест. От себя с собой саботала. Да, да, да. Ну, очень вкусно, потому что мне нельзя такого. Ну, загривайся. А вот это я помню еду, рис. Ой, как много сварила. Суп такой вкусный, я сварила, и чуть умнее еще порция одна осталась дома. У меня еще на один раз есть. Он давно стоит, понюхай его. А я его перекипятила вчера, что ли, позавчера. Может вылить его, есть свежее уже, что там одна порция, беречь? Да, я уже подмемила последние дни. Ну, кто-то его выли лучше. Ладно, как скажешь. Так, посмотрим, что за зверь. Ну, что ж, перекусить, нет користи. Что-то мало грело. Нормально. Тут же немного. Да-да. Здесь же посмотрели, как делают, Лель. А что там только нету? Там просто вот люди ходят, особенно мужчины, и вот так берут себе там, кто блинчики, кто то, кто все. Там все есть. Как сейчас удобно. Пинцены разные. Ну, я уже смотрела, что вместе, вот эта порция 100 рублей, допустим. Ну, там с копейками. А есть там куски мяса, там с пюре, там порция, ну, 500 рублей, 400, ну, большие. Тут сейчас мужики не хотят жениться. Не говори-ка. Что в купилке? В запекалке. Каких только пирогов нет. Ну, там просто глаза разбегаются. Вот если кто один живет, ради бога. Ага. Покупались бы были деньги. Хлеб не надо, да? Ага. Лель, Дардицкий только покупай. Хлеб почти как прежний. Да. Ну, я еще не открывала, но они все другие отличаются от Дардицкого. Давайте Дардицкий будем. Ага, Дардицкий уже не экспериментировать. Прогрелось, да? Угу. Как у тебя плечо? Нормально, что он не болит. Просто вот три дня по чуть-чуть. Ну, мазала ведь. Мазала, мазала. Оно восстанавливает, там написано в этой базе. Ну, люди отзывы хорошие пишут. Олеточка еще искала, я сейчас найду сообщение, икону. Ей посоветовали в храме, сильно очень икона. А какая? И в нашем храме, где батюшка, там даже отправляют задички куда-то там за границу. Может, в целом не знаю куда. Даже вот так вот. И ей она сфотографировала молитву, которая работает в церковной лавке. И к этой молитве сейчас иконы, я не помню, по молитве я пойму или нет, сейчас. Алена нашла эту икону, сильная молитва перед иконой. Страстная? Страстная, да, наверное. Страстная. У меня есть такая. И молитва вот она, ну, сфотографировала ее. У меня страстная на книжке, на обложке, но у меня была икона. Ну, я ее подарила кому-то. Вот, а Леночка была в храме. А там у тебя есть изображение иконы? А сейчас посмотрим в интернете. Она была в храме, и ей сказали, в каком храме есть. У нас можно... Ты мне молитву, Лена. Как-то сделаю. Я ее потом распечатать могу. Распечатай, потому что... Здесь она большая, она вот длинная такая, от руки переписанная. Во всемилостях, госпожа Владыча Богородица, воздвигни нас из глубины прегреховно, избавен как от глаза, губительства, трусов, ипотопа, и огня. На нее даже смотреть страшно. А Леночка нашла, ей сказали, где продают в Мурманске. Я выйду в больницу, я поеду вместе с ней. У пьяный мне, мне вот идет что-то к этой иконе. Бабушка раньше мне подарила, но я не знала, что это страстное. И я как бы вот думаю, ой, какая-то икона строгая. И я ее передарила. Но приносила к настоятелю храма. Он говорит, царствие в небес, отец Георгий. Вот она. Да. Да, Лена. Вот такую икону, говорит, надо иметь новое. А я говорю, батюшка, что это за икона? Он говорит, вы знаете, их по тысячу. Ну, наобразные бывают. Вот такая вот строгая, Лена. Вот такую мне надо. Он говорит, да, по-моему, это страстная. Вот, и Лена на солье. И я ее от себя отвела. Там взгляд такой горестный. И тут, видишь, опять-то с этой иконы. И у меня монетрослов на... А Лена, что в лавке сказали, говорит, очень сильная вот эта. Тут не надо такую, Лена. Я скуплю тебя. Нездоровье уже одолевает. А это за грехи все, вот эти нездоровья. А неисповеданные есть, которые я не знаю, но они во мне есть. Видно, Господь хочет меня очистить, чтобы вот было у меня право спастись. Куплю обязательно, поедем с ней, купим. Этот человек, когда болеет, не обязательно вот он сейчас согрешил. А есть забытые грехи, даже из болитвы забытые грехи. Что бы в детстве, конечно, творили, в юности, все же не упомнишь. Вспоминаю, что-то вспомни, еще вспоминаю. Давайте того, что по чужим огородам раздало. С ребятами. Даже батюшка рассказывала. Что они там, этот крыжовник воровали. Это будет с ребятами сиденье около нашего дома, на лавочках. И нам девчатами, соседками дружили. Захотелось крыжовником. Они принесли, такой спелый, крупный. Налопались. Что, мы зашли, пришли, даду, пришла. Мама говорит, кто-то у нас здесь крыжовником убрал. А он рос прямо около безгры. Мама говорит, кто-то у вас, у вас же, у вас есть. Мама говорит, кто-то у нас здесь крыжовник, не успела собрать. Чуть-чуть бы. Помогли. Дочка съела. Ну, как бывает. Такие в детстве случаи подружка моя, Галя. Вот мы с ней лазили по огородам к соседке у них. Такой рос урожаев. А грызов, помидор. Ну, и мы залезли, там, пообрывали. Час в огне. Ночевали у нас. Она утром пошла домой, видит. Ружье на столе лежит. Матя говорит. Кто-то вот такую соседку обобрал. Такой ружье приготовил. Мое детство хорошее было. Вот и такое. Но веселое. Не богатое, но веселое. Да. Не богатое. Не были богатые. Жили на Украине. Это что такое там в городе Тайга и Сырин, а? Это город или посолов? Ну, это город Тайга. Он небольшой, считается город. Да. А мы на окраине, а за нами уже лес. Ну, а в центре, конечно, жили учителя, врачи. Сестра моя старшая. Царство небесное Александра. Им даже коттеджи, чтобы 10 построили в том числе и эфинске. Надо же в дальние времена коттеджи, как вот у нас. Так что она богатая была. А что, поела? Ну, просто поела. Есть можно? Ну, еще что-нибудь будет. Что, наела, сняла. Все, сейчас пойдем. Ты рисула что-то стелить какое? Нет, еще нет. Я полпятого, но не спала. Дай-ка я поделаю что-нибудь. Сняла постель, да? Ну, сняла постель. Потом скатерть. Чуба заедет, перевернула наоборот. Постелила стол. Ну, та, которая есть. Мало-таки поменяла просто. А скатерть я же тебе дарила, мы истерили, или там, который я дарила? Она еще лежит. Ты можешь постелим? Да нет, не надо. Надо? Я, по-моему, ее пристраивала, пробовала. Что-то там не подходит. Может, ты заберешь. А мне вот это нравится. Ну, пусть лежит. Или пусть лежит. Пусть лежит, может, передумаешь. Пизносится так. Так, ну, пошли. Пошли. О, молодец какая. Помога-ка. Чего? Я говорю, ты моя помога-ка. Ты мне тебе помогаешь. Так, чтобы вот это убирать, наверное, надо? Нет, я уже поменяла наоболочки. Наоболочки поменяла. А простынем и к нем надо? Да-да-да-да. А это катается. Я не давлю. Пододвигала. Ну, я сижу с краю, видно, подтягиваю. А это уже носилик у меня. Там позвоночник болит. И руки не поднять. Тебе суставы добы. Суставы добы. Да-да. Да-да. Поэтому я вдохнула, мне глаз подниму, а дальше уже... А дальше извините, да? Суставы добы. Простынь. Простынь. Вот что? Это большие. А, наволочки большие здесь. Можешь себе взять. Их мы потом возьмем туда, в куриц. Там есть большие подушки, а нет нормальных больших наволочек. Вот и хорошо. Надо запомнить это. Это я пока положу туда, обратно. Да. А потом мы... Еще одно. Это простыня. А вот. Это пододеяние. А что, наволочка одна? Две там. Две. О, новенький. О, приятный какой. Цвет приятный, да. Да, я люблю вот такой вот. Неброски. Ослабленный, коричневатый. Красивый. Можешь желатый. Да, это же... Это же я вам на Новый год этот папе покупала, а тот тебе вот, который мы сняли, а? И папа что-нибудь... А папа не воспользовался, уже в больнице было. Потом все, его же не стало после Нового года. Он даже его и не видел. Какой приятный воздух. Да, да, да. Когда чистая все... Я помню, спится хорошо, но чистая. Всегда. Мне вот всегда. Я просто вот отрубаюсь на чистом... Я сегодня чистую ночную собачку одену. Так, тебе побольше туда или сюда ткани? Ну, туда, Лена. Побольше туда. Чтоб я не тянула. Человек тянется к красоте на все. Да, как рыбы... Потому что создан для красоты, для рая. Да, рыба где глубже, человек где лучше. Да. Не зря поговорку придумали. Ой, воздух какой идет. Тут, ну, надо что. Вот, это же, как раз была передача, императорская семья, ну, так же поколения. Приехали в баре, где мощи святителя Николая. Оказывается, вот сколько они раздадут, и столько мощи на следующий день натекают. Он плавает. А, это Миро, да? Да, Мира. Мира. Да. И вот он рассказывает. Один из этого рода. Поехал туда, говорит. Утром, говорит, я стою, у меня, говорит, все тело болит. Полностью. И сильно болит. Вот я так утром стою, у меня все тело, как голубая. Говорит, а тут собрался. Лен, дышку вот сюда сделай. Я говорю, в баре, у меня, говорит, ноги, как заболели. Я, говорит, еду, дошел до этого храма, где его мощи, и помолился. И у меня, говорит, боли прошли. А то, говорит, ноги за ночь, как стробы стали, попухли. Я думаю, вон, как у меня. Я тоже иногда так и ходил. Думаю, дай-ка я помолюсь. Тоже. У меня тоже и тело болит. И ты знаешь, мне ощутило, полегчало. Вот. Как раз день Николаеву годникам. А перед этим на нас крутило, свертело. И тут же помог. Он скоропослушник. Святитель Николай. Вот такой вот чудотворный икон, она там, на его мощах освещена. Мне же Сашина сестра ее привезла. Она туда экскурсию возила. Так, Мата, да, я сейчас буду пылесосить, потом буду пыль вытирать. А ты, что хочешь, то и делай. Да, я буду лежать и читать. Лежи, читай, да. Песни по телевизору поставлю, передачу, смотри. Ты сделай, что хочешь, да. Как день. На меня внимания не обращай. Сделаешь вашу уборку. Вот это я убралась. Все вот это, он такой вот побахал, пыль стереть. Да, сейчас все стереть. Да, сначала пыль, а где эта махалка-то? В ванной. В ванной, как зайдешь слева. Сейчас я сначала пыль стряхну, секун, потом протру полки, а потом уже... Пешка вляп. Да все протру. Глаза мне бросается. Когда нет мужика в доме, что-то да и посыпется. Папа нет. Ну, у тебя Коля есть, так что. Да, Коля есть. Рассчитывай на него. Вот у меня лет стали вот эти вылетать. Они еще до этого вылетали, сейчас-то еще больше вылетают. Вылетают, так я аккуратно нажимаю, испугалась сначала. Ничего страшного, если что, тут прям менять надо все, оно не ремонтируется. Ну, просто другой выключатель. Клипенька, он на пластмассе. А что ты исключила? А, есть там мыло. А-а-а. Все, мыло. Я так уже осторожна, как бы вылетела, я так испугалась. Вот уж Коля, может, так лапой своей, это он бы запывает. Так, ну все, полы чистые, пыль вытерта. Да все, замечательно. Замечательно. Белье постираю, принесу. Ой, так много ты делаешь. Нормально. Ой, дай бог тебе здоровья. А кто? Кто, как не я, так? Кто, если не мы? Ой. Что б я делала без тебя? Для этого я тебе и дана. Да, Господь меня женеет, он знал уже, даже когда нас не было, он все и уже знал. И начало, и конечно. Да, поэтому тебе я выдала. Да, да, да. Тебе Господь меня выдал изначально, да? Да, как изначально выдал. Да, да, на будущее. На будущее. Таракальная хирургия. Да, да, да. И у нее лежат, это женщины с легкими, а это, она с пищеводом. Лежит бабушка, бабушка, женщина, не знаю, 92 года. Все, говорит, сама делает, все. Внучка ей приносит только там еду, еду, все сама и готовит. Это все, смотри, 92 года. Ее положили под скорой, ну, что-то там у нее это. Внучка, это, ну, те трусики там сколько, она говорит, двое. Она говорит, ну, может, трое. Зачем мне трое? Я не постираю, другие буду. Я говорю, ты все такая, вот, и конфетками угостит. Такая хорошая. Ага, ну, хорошо, когда в палате. В больнице лежишь с хорошими людьми, там знакомишься, какие-то, ну, такие истории новые. Я тоже так любила, когда в палате собежется. Да, хорошая людьми. Да, дружелательно. Бывает, конечно, как семья одна, что любится. И друг за дружкой ухаживает, там помогать. Она туда с тобой лежала, там на одной ноге за всеми остальными, там прыгала. Помогала. Так, ладно, мамулькин. Ну, давай. Сейчас закрой за мной. Да, у меня тут много всего. Спасибо тебе. Кушай, вкусняшки кушай. Да. Я так рада, что ты ешь. У меня аппетит, ты разыграла. Я чувствую, что я ем. Это ягоды тебя разыграли. Свежий воздух. Да. Впечатление. Все, организм перестроился. Если хочу, время подходит, уже все. Хочу, и такого я не знаю. А то, что я не застаю. Вам ты ела время вечера, а я не хочу. Ага. А то я помню. Так, ладно, ты закроешь, потому что у меня и помойку, и все на свете. Так. И тебе, ангела-хромителя, с Богом позвенела твоей минералкой. Все, закрывай. Закрывай. Не толкнуть. Все, наелись. Нет, Лиса еще не наелась. Выкладывала видео в телеграм-канал, как кошки. Ага, что там, прилипла травинка. Как кошки, прям вот с таким аппетитом они поедали траву. Принесла травку свинкам, но, естественно, дала сначала кошкам. Прилипло где-то что-то, но... То они так наяривали, так наяривали, витаминов не хватает. Масенька наелась, это еще нет. А? Ну, чистите свои желудочки. Во-первых, витаминка, и они желудок чистят травой. Особенно в икорце так постоянно. Кто-то из них наестся, вот это все срыкивает. Это нормально. То, что касается покупок в ленте, ничего я особенного не купила. То, что посылку покажу, когда уже буду складывать посылку в коробочку. На днях я ее буду отправлять. Купила карбонатик. Вот такой вот кусяра огромный. На 1190 рублей. 360 рублей килограмм. Я думаю, для карбоната это нормально. Даже жалко его и в котлеты. Но там нормального другого мяса не было. Шея не надо мне в котлеты. Она и подороже. Окорок что-то он такой весит. Ну, короче, не понравился. Нормально. Карбонат пойдет. Говядинка жирненькая. Карбонат тоже, кстати, он не сухой. Потом такие, гляньте, обалденные яблоки. Новый урожай. По 100 рублей. 95 рублей. Просто обалденный. Я взяла много. Были разных цветов. И были там в том числе и красные. Я повыбирала красные. Гляньте, какие здоровские. Вот. Будем грызть. Свежие урожаи. Это хорошо. Ну что, ну все. Фарш покрутила. Нафасовала. Получилось 3 пакетика. Что не пошло. Фарш пошло на отбивные. Получилось 2 пакетика. И оставила фарш на котлетке. Сейчас пожарю котлетки. У меня есть бульон. Я с утра сварила. И сварю борщик с икорским щавелем. А видео на сегодня буду заканчивать. Всем пока. Всех люблю. И конечно же до новых видео.